Франческо Пенса В 1666 году его отца звали Петро Пенса, однако впоследствии Франческо взял фамилию своей первой жены Кобьянко, чтобы унаследовать ее принны. Со второй женой Лаурой Чипри у него было двое детей. Дочь умерла в 20-летнем возрасте, сын пошел по стопам отца, однако имени себе не сделал. Франческо Пенса был учеником известного в то время скульптора венецианского барокко Джуста Леккурта. Я пользуюсь в Википедии переводной. С 1698 по 1708 год он провел в венецианской Далмации, где создал скульптуру для главного алтаря церкви Санта Кьяра, в которой алтарь Сан Джузеппе и мраморный алтарь капеллы Святого Трифона, церкви Сан Трифоны. Из ранних работ самая известная мраморная статуя Святого Бенедикта для церкви Сан Микелевой Золи, 1695 год. Другая реликварий барельефами для ризницы Базилики Санта Марии Глориозе Дель Фрари в Венеции, 1711 года. Франческо Пенце создал много статуй и рельефов для венецианских церквей. Его не считают выдающимся скульптором, но тем не менее он занял свое историческое место в венецианской скульптуре позднего барокко с нарождающимися элементами неоклассицизма. Скульптурные работы Кобьянки или Кобианки, так чаще называют его в России, наряду с произведением других итальянских, главным образом венецианских скульпторов, были приобретены в 1720-х годах по распоряжению царя Петра I в Италии для летнего сада в Санкт-Петербурге. Умер скульптор 15 апреля 1737 года в возрасте 70 лет. Вот так вкратце, данных не очень много из Википедии, о итальянском скульпторе Франческо Пенце, более известного как Кобьянка или Кобианка. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»!